МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите в выпуске. Прощай, школа! Городской праздник выпускников прошел на площади Ленина. Соревнования, мастер-классы, игры, как отметили День молодежи в Сарове. Безнадзорных собак выпускать в жилой зоне города теперь нельзя. Постановление подписал глава города. Подробности далее. На часах 20.30 главная площадь города постепенно наполняется людьми. А сами виновники торжества собрались у Дворца пионеров. Отсюда стройной колонной они отправятся на свой последний школьный праздник. По традиции в авангарде выпускников шумные и заводные байкеры. Яркие неповторимые образы, пышные платья, строгие костюмы и самый важный атрибут праздника. Искренние улыбки на лицах выпускников. Позади сложные экзамены, а впереди задача еще труднее. Выбрать, кем они хотят стать и куда пойдут учиться. В этот день окончание школы отмечают более 500 ребят. Вроде я же вчера пошел в первый класс и тут все уже выпускной, прям выступать скоро. И замечательно. Я буду скучать по этим дням. Вообще выпускной это самый такой замечательный день, когда все 11 лет позади и уже дальше путь. Что, супер, классно, настроение супер. Переживаем, но новый жизненный этап это здорово, это круто. Адреналин, эмоции переполняет. Вообще сложно мысли в кучу пока собрать. Поэтому просто радуемся. Да, бурные эмоции, очень красочно, но очень прикольно, нравится. В этом году в Сарове золотую медаль получит 71 выпускник. Результаты ЕГЭ у наших выпускников выше общероссийских. В целом по России средний балл по русскому языку составил 68. В Сарове 77. По профильной математике мы также впереди. Общероссийский балл 56, а в Сарове 63. Три выпускницы из 15-го и 3-го лицеев и 12-й школы написали русский язык на 100 баллов. По математике 100 баллов набрал выпускник 3-го лицея. Главный секрет успешных экзаменов, которым они делятся с будущими выпускниками, – побороть свой страх. Очень страшно, но больше, наверное, волнения, чем правда это было. Я бы советовала никому не волноваться. Все у всех получится. Далее у предстоящих классов, у девятых, восьмых, десятых. Чтобы никто не волновался, это больше страшно. На праздники ведущие уделили внимание каждой из школ города, отметив уникальные достижения выпускников этого года – спортивные, культурные, волонтерские, научные, общественные и инженерные. С добрыми пожеланиями к юношам и девушкам обратились представители администрации города, департамента образования и Российского федерального ядерного центра. Перед вами открывается самая прекрасная пара молодости, которая подарит вам миллион шансов и возможностей. Самое главное – их не упустить. Я абсолютно уверена, что многие из вас считают себя уже давно взрослыми. А это значит, что вам приходится принимать осознанные решения и нести за них ответственность. Сейчас у вас очень простое задание на самом деле. Может быть и сегодня вечером, а завтра с утра определиться, где вы будете в жизни. Это не сложно. Но как вы этот выбор сделаете, так и проживете. Я надеюсь, что мы с вами встретимся в Сарове с уважаемыми, достойными, интереснейшими людьми. И в этот город украсите свои присутствия. Ульяна Скородумова в прошлом году приходила на эту площадь как журналист канала «16». Девушка снимала репортаж о самом ярком и волшебном городском событии. Сегодня она – выпускница и герой репортажа. Мне сегодня очень радостно от того, что я заканчиваю школу и заканчиваю горд и достойно. Я сдала экзамены. У меня впереди поступление в ВУЗ. Я невероятно благодарна городу, всем организациям, в которых я училась, работала за то, что я выросла таким человеком, каким я сейчас здесь себя представляю. Финальный аккорд праздника – школьный вальс. Самая добрая и трогательная традиция выпускного праздника. Представители молодежных объединений первыми отметили День молодежи. Для самых творческих и активных ребят приготовили программу на четырех разных площадках – на земле, под землей, на воде и в воздухе. Группы разделились и побывали на экскурсиях, на аэродроме, в подземном храме, в музее ядерного оружия. На набережной реки Сатис прошла встреча по водной тематике, наполняясь вдохновением. Участники мероприятия поиграли в музыкальный квиз «Крики чайки». Игра состояла из нескольких раундов. Ребята поделились на команды и должны были отгадать композиции или исполнителя по музыкальному отрывку от 90-х годов до современности. Сегодняшний музыкальный квиз у нас был максимально связанный с водой, со всеми агрегатными состояниями, как в названии исполнителей, так и в названии музыкальных композиций. Очень приятно, когда все хором, толпой подпевают, особенно когда нужно продолжить слова припева, и все просто в самую сильную долю начинают громко петь. Это, не знаю, отдельный кайф какой-то. После музыкального квиза активисты послушали познавательную лекцию от первого заместителя директора департамента городского хозяйства Людмилы Шлепугиной. Лектора рассказала интересные факты об экологии, водных объектах и ресурсах города. На площадке поводной стихии было место и творчеству. С помощью красок и кисточек молодежь расписывала водяные свистульки птички, которые потом пошли на благотворительную ярмарку. Здесь мальчишки и девчонки могли в полную силу проявить свою фантазию. Конкретно на нашей точке присутствуют ребята Саровского медицинского колледжа, Это школьники российского движения детей и молодежи, это ребята с военно-патриотических отрядов, ребята с общественных объединений и студенческих организаций нашего города. Мероприятие мне очень понравилось. Здесь мы угадывали песни, веселились. Было очень весело и интерактивно. Я всех поздравляю с этим замечательным праздником, чтобы у них все получалось, все-все, и чтобы шли дальше к своей мечте. Дорогие горожане и саровчане, я поздравляю вас с днем молодежи и желаю, чтобы у всех сбывались мечты. Чтобы у всех все лето прошло прекрасно и осень началась с хорошими мыслями. В финале мероприятия все желающие смогли покататься на лодках. Безнадзорных собак выпускать на территории города теперь нельзя. Глава Сарова Алексей Сафонов подписал постановление, которое запрещает возвращать отловленных животных в границах жилой части, санитарно-защитных зон объектов ядерного центра в пределах внешней границы специальной зоны на расстоянии до 400 метров от внешнего ограждения территории военных объектов. Мне кажется, это бесполезно. Потому что собаки же приходят издали домой. Потому что здесь у них дом, здесь их кормят, здесь у них и кормовая база есть, и все. Я не знаю. И потом он всех хочет вывезти, которых отловит. Но они в то же самое время и санитары. То есть они убирают там, я не знаю, мусор, помойки, вот эти все они там обитают. То есть они тоже нужны. Конечно, не такое количество, но в меньшем своем они нужны. По мнению Светланы Романовой, только открытие приютов и увеличение в них мест поможет уменьшить количество бездомных собак на территории города. Напоминаем, что по действующему законодательству численность безнадзорных животных регулируют по программе ОСВВ. Собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают на улицу. Согласно изменениям в региональном законодательстве, стало возможным не выпускать собак в жилой части города и на отдельных объектах. Ранее Госдума предложила поправки в закон, согласно которому регионы могут сами решать, как регулировать популяцию бездомных собак. Против инициативы выступили многие зоозащитники, которые трактовали поправку как легализацию усыпления. Но по словам депутатов Госдумы, главная цель поправки – защитить людей от нападения животных, а животных – от жестокого обращения с ними. Еще одна инициатива коснулась недобросовестных владельцев домашних питомцев. Теперь тем, кто решит выбросить собаку на улицу, придется заплатить штраф до 30 тысяч рублей. За жестокое обращение с животными нарушители могут отдать до 100 тысяч. А если питомец покусал прохожего, хозяина могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей. Гадюка укусила жительницу городецкого района прямо в огороде. Змея вцепилась в ногу женщины. Пострадавшая обратилась за помощью в больницу. Ей вели сыворотку, а затем госпитализировали. Сейчас пациентка в удовлетворительном состоянии. Ее жизни ничто не угрожает. В Сарове за период конца мая – начало июня к врачу обратились двое человек, которых укусила ядовитая змея. Ежегодно в городе фиксируют от одного до трех таких случаев. Есть несколько факторов, которые могут усилить действие яда гадюки и привести к летальному исходу. К таким факторам могут относиться детский возраст, просто масса тела слишком маленькая для того, чтобы нейтрализовать такой яд. Пациенты с аллергическим анамнезом, с ослабленным организмом вследствие каких-то хронических заболеваний. И плюс локализация укуса тоже имеет значение. Наиболее опасны укусы в область шеи и головы. Яд гадюки достаточно медленный и всасывается в кровь постепенно. После укуса появляются местные симптомы – боль, отек, покраснение или синюшный оттенок конечностей. Также у человека могут появиться слабость, тошнота. При первой медицинской помощи нужно максимально обездвижить ту часть тела, на которую пришелся укус, вызвать врача. Также можно приложить холод к пораженному участку и принять противоаллергический препарат. Часто достаточно встречается заблуждение о том, что после укуса нужно наложить жгут венозный, выше места укуса. Вот этого делать не надо. Когда пациенту накладывают жгут в человеку, то действительно ограничивается венозный ток, и яд начинает распространяться ниже места укуса, то есть вот в данной конкретной конечности. Нельзя надрезать рану, прикладывать к ней какие-то растения или пытаться высасывать яд самостоятельно. Это может быть опасно. Если вы собираетесь в лес или на участок с высокой травой и кустарниками, надевайте закрытую обувь. Внимательно смотрите под ноги и на дорогу впереди. Если вы идете по высокой траве, то держите на готове палку или трость, чтобы развегать ею растительность. Голень должна быть защищена. То есть это должен быть берд высокий, либо резиновый сапог, который будет закрывать гуд. Плотная одежда желательно в несколько слоев. Если несколько слоев одежды будет, то вполне вероятно, что она, задев первый слой одежды, тут же отойдет. Не прокусив второй или третий слой, не достав до кожи. В клинической больнице есть необходимая сыворотка против яда гадюки. В случае укуса специалисты могут оказать соровчанам квалифицированную медицинскую помощь. В Центре милосердия помогают людям, которые попадают в трудные жизненные ситуации. И так давно сюда обратились сотрудники социальной защиты. К ним на обслуживание встала бабушка, у которой внук отобрал карточку и запер старушку в квартире. Когда соцработники поспешили к ней на помощь, то не нашли у нее дома ни еды, ни нормальной одежды. За помощью обратились в Центр милосердия. Здесь на гуманитарном складе выдают одежду, продукты, предметы гигиены, детские принадлежности, средства реабилитации для всех категорий нуждающихся. Это и семьи с детьми малообеспеченные или неполные, это многодетные семьи, но не все, а те, кто трудно сводит концы с концами. Инвалиды, одинокие пенсионеры или просто, например, пенсионер, он может быть и не одинок, но у него очень небольшая пенсия, и дети ему не уделяют внимания. Это могут быть безработные, это могут быть люди без определенного места жительства. На гуманитарном складе от саровчан принимают взрослую и детскую одежду и обувь, постельные принадлежности, продовольственные продукты долгого хранения, посуду и другие предметы быта. Здесь же можно взять на прокат инвалидные коляски, прикроватный туалет, костыли, ходунки. Обратите внимание, что все приносимое на склад должно быть в хорошем состоянии. Просмотрите одежду, на ней не должно быть пятен, дырок, следов от моли. К сильно устаревшим вещам тоже лучше подыскать другое применение. Для людей вещь должна быть такой, которую ты предложить можешь любому своему родственнику, другу, что вот она лежит на полке, ее сразу взял, одел и пошел. То есть ты не задумываешься о ремонте, о том, что там надо купить шнурки или добавить пуговицы, молнию отремонтировать. Если вещь нуждается в ремонте, лучше отремонтируйте ее сами. Все вещи должны быть пригодными для повседневной носки. Не нужно нести на гуманитарный склад туфли на высоких каблуках. Сейчас Центр Милосердия нуждается в обуви, особенно в мужской и детской для мальчиков. Не хватает риса, сахара, чая и консервов. Всегда нужны детские памперсы и гигиенические средства для взрослых, шампуни, геля для душа. То есть про нас знают хорошо управление социальной защитой, комплексный центр обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, теплый дом. В теплом доме поступило дети из семьи новой, которые раньше не были. У них проблемы с одеждой. Они приводят к нам сюда детей или сами подбирают по размерам. Прямо вот одеваем детей. Точно так же со старичками. Гуманитарную помощь в Центр Милосердия можно принести по вторникам и четвергам с 13 до 19 часов. В субботу с 9 до 12 часов по адресу улица Пушкина, 24А. Проект «В ритме равных» Екатерина Неконорова выдвинула на конкурс Фонда президентских грантов еще в октябре. Первая попытка оказалась неудачной. Руководитель клуба «Лотос» решила попытать удачу еще раз. Отредактировала заявку, усовершенствовала структуру и содержание. Екатерина признается, что не ожидала, что проект наберет высокое количество баллов и станет победителем конкурса. Проект направлен на реализацию обучения молодежи с ОВЗ с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, танцевальному мастерству, вокальному мастерству, театральному, так же ивент-продвижению. Планируется начать обучение уже с сентября, но будет проходить по апрель. Проект нацелен помочь молодым людям с ОВЗ и инвалидностью раскрыть свои творческие способности, приобщиться к культуре и искусству. На протяжении восьми месяцев для участников клуба общения для молодых людей с ОВЗ «Лотос» будут проходить образовательные мастер-классы в рамках лаборатории театра, лаборатории вокала, лаборатории танца. В апреле в отключится и лаборатория ивент. Участники проекта будут заниматься с ребятами без отклонений здоровья, чтобы подготовить вместе с ними творческие выступления на финальный галоконцерт «Зажигай» в рамках четырехдневного фестиваля инклюзивного творчества. К нам приедут гости не только из Нижегородской области, но и из Владимирской, из Москвы. Здесь соберутся специалисты, работающие с людьми, с детьми, с молодежью, с ограниченными возможностями здоровья, для того чтобы меняться опытом. Они выступят в качестве спикеров, расскажут самые интересные тенденции и направления. В рамках фестиваля пройдут семинары, творческие мастерские, мастер-классы, квесты, экскурсии, тимбилдинг и многое другое. На сцену галоконцерта выйдут творческие коллективы Сарова, а участники «Лотоса» покажут, чему они научились за период обучения в лабораториях. Все это время с ребятами будут заниматься профессиональные педагоги. Мы сейчас будем открывать набор для записи. Нам бы хотелось, чтобы молодежь с ограниченными возможностями здоровья записалась на эти направления, чтобы каждый мог развить какие-то свои внутренние желания работать, например, по вокалу. Также мы приглашаем всех желающих молодых людей от 14 до 30 лет с ограниченными возможностями здоровья. В качестве амбассадора фестиваля выступит Алексей Транцев, руководитель инклюзивного ресурсного центра в Самаре. Проект «В ритме равных» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Не просто украшение, а настоящий талисман. Считается, что первыми браслет Шамбала носили тибетские монахи, вплетая в него самоцветы. Они помогали владельцу сохранять ясность и спокойствие мыслей. Технику плетения такого причудливого украшения воспитанники Дворца детского творчества освоили на мастер-классе «Сказочная Шамбала» в Музее народной игрушки. Я выбрала красный цвет, потому что он цвет настроя, силы. Мне такой цвет очень нравится, особенно мне нравятся яркие цвета. Я решила сделать застежку на браслете, чтобы было удобнее. И голубого цвета, цвета мира и спокойствия. И основа у меня была такая бело-розовая, тоже, что означает мир и чистота. Самым сложным был первый узел, понять, как надо вязать. А потом все уже было легко. А цвет почему голубой? Голубой он связан с гармонией, гармонией во всем мире. Мы сегодня делали волшебный браслетик почти, который, когда плетешь бусинку, вставляешь, можно загадать желание, потом можно проверить, с полосиной или нет. Ты загадала? Да. Только не скажу, что. Иначе не забудется. Почти час корпели девочки и мальчики над будущим украшением, старательно вывязывая нити, загадывая желание над бусинкой. Чтобы достичь желаемого результата, потребовалось проявить усидчивость и внимание, быть терпеливым и спокойным. Сейчас у нас во дворце проходит интересная, насыщенная, творческая программа «Лето». В рамках этой программы ребята занимаются с педагогами дворца по их профилю. Они танцуют, они поют, они рисуют, они придумывают, сочиняют. Кроме того, мы выводим ребят в город. Вот сегодня, например, мы в музее народной игрушки. А вчера ребята ходили на канал 16 и пробовали себя в роли настоящих журналистов. Во дворце продолжаются арт-каникулы и впереди еще много интересного. Работа, развлечения, досуг, образование, личная почта, общение – все это собрано в одном месте. Интернет уже давно вошел в нашу жизнь и основательно закрепился в ней. Многие уже не могут представить свою жизнь без телефона и планшета. На фоне этого человека может развиться интернет-зависимость, когда кажется, что реальная жизнь – серая и неинтересная, в отличие от всемирной паутины. Общение в соцсетях, видеоблогеров, различные фото, клипы и картинки – все это начинает подменять жизнь офлайн. В любой зависимости человек получает закрытие каких-то потребностей, которые он не осознает. И первый шаг к выходу из зависимости – как раз сначала осознание тех потребностей, которые он там покрывает. Больше вероятности возникновения зависимости у того, кто менее осознает свои эмоции, чувства, соответственно, свои потребности. Родителям, чьи дети много времени проводят в телефоне или за компьютерными играми, психологи рекомендуют перенести центр внимания на реальные радости жизни. Скорее всего, в виртуальном мире ребенок получает эндорфины или закрывает свои потребности в достижении целей. Тогда больше общайтесь с ребенком, придумывайте вместе интересные дела, ходите на мероприятия, посмотрите, что вызывает интерес у ребенка и запишите его в спортивную секцию или творческий кружок. Сейчас-то мама, вот у них пелена, как я уже сказала, от тревоги. И первым делом от того, что они очень сильно тревожатся, они начинают нападать. Перестань, прекрати, убери. Делу это не поможет. Немножко если снизить градус тревожности, то появится возможность наладить контакт с ребенком. А это очень важно как раз для того, чтобы у ребенка появилась опора на родителя. Диагноз игровой или интернет-зависимости специалисты могут поставить человеку, если у него тревожные симптомы продолжаются в течение года. Он не ходит на учебу или на работу, не общается с родственниками, плохо питается, отказывается ото сна. В таких случаях надо обращаться к психиатру. Как правило, человек уже осознает, что он не может остановиться, уже в такой стадии достаточно серьезной. Ощущение тревожности, ощущение вот этой агрессии, вспыльчивости из-за того, что я не получаю достигнутого. И амплитуда вот этой агрессии, злость зашкаливающая. Вот один из показателей. И депрессивные эпизоды тоже могут быть. Если вы беспокоитесь, что много времени проводите в гаджетах, то определите себе индивидуальную суточную дозу виртуального контента. Психолог объясняет, что полезно делать себе и разгрузочные дни, своеобразный детокс и минимизировать или полностью исключать информационный интернет-поток. В пять месяцев маленький Бонд побывал уже во многих ветеринарных клиниках. В двухмесячном возрасте он попал под погрузчик. У малыша были переломаны обе лапы, оторваны от костей голени и коленные суставы, продавлен таз. Изначально никто на операцию не хотел соглашаться, потому что щенок, кости мягкие, кости пластичные, подвижные, он растет. Как это реагирует кость и какая она будет, это неизвестно. И таки решили все-таки со вторым доктором оперировать именно левую лапу, потому что там был сильный перелом. Прооперировали, сделали все, но, к сожалению, во время операции выяснилось, то, что у него совершенно отсутствует жидкость в суставе, то есть сустав в принципе не может сгибаться. Волонтеров это не пугает, они уже привыкли к четвероногому другу и любят его таким, какой он есть. Пока малыш проходил реабилитацию в мурдоме, он успел подружиться с другими животными, а также сильно полюбил людей, особенно тянется к детям. Но время идет, пес растет и ему требуется места побольше. Если раньше он жил в клетке, то сейчас она стала ему мала. Начали искать передержку. У нас в городе наконец-таки, слава богу, открылась передержка у Светланы. Она его пускает, играется, бесится, то есть растет во всю. Ну и сейчас, конечно же, у нее уже находится месяц, и сами понимаете, собака, она пущенок, он привыкает. Ему нужна мама, он мамошник, он жуткий мамошник просто, ему нужен человек. Сейчас собака находится на передержке у Светланы Рычковой. Волонтер отмечает, что Бонт умный, тактичный и ласковый пес, старается взаимодействовать со всеми породами собак. И, как уверяет Светлана, у него это отлично выходит. Позитивный, солнечный, ласковый ребенок, который ждет родителей. Мы надеемся, что он дождется, и абсолютно никаких сложностей в уходе нет. Он совершенно самостоятельный ребенок, питается, передвигается. Единственное, что препятствия, конечно, ему с трудом даются, но он раскачивается, он тренируется, он по итогу преодолеет. У Бонда не сгибается левая лапа, но он нашел ей хорошее применение. Подставляет ее, как остыль, и спокойно передвигается по площадке. Характер у малыша интересный и супер обидчивый, но хватает его буквально на три секунды. Стоит Бонда погладить, как настроение хвостатого повышается, и вот он уже у ваших ног. Сейчас у малыша Бонда все хорошо накормлен, напоен, но не хватает только одного семьи. И в наших с вами силах помочь ему приобрести маму или папу. Если же вы заинтересовались его судьбой и хотите встречаться с ним лично, то можете позвонить по телефону, который указан на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мы сперва выступали в зале, жюри решали, какое место дать. И был галоконцерт, где выступали лучшие здесь, которые... Ну, если они споют на галоконцерте лучше, то они могут заслужить гран-при. Но я, может, немножко не так спела. Вот, поэтому получила ряд первой степени, но это тоже неплохой результат. Также Ксении вручили специальный приз за любовь к истокам и сценический драйв. Теперь Саровчанка поставила себе цель – пополнить свою копилку наград и все-таки завоевать гран-при. Также Ксюша покорила жюри конкурса «Семь нот». С композицией «Нас бьют, мы летаем» она заняла второе место. В еще одном музыкальном состязании «Патриоты России» Саровчанка исполнила «Небо славян» и новую песню «Путь» и стала дважды лауреатом первой степени. На всех трех конкурсах Ксюша была единственной представительницей из Сарова. Сперва волнение, то есть стоишь, очень боишься сильно двигаться, но потом как-то все проходит, прям буквально, за очень малое количество времени. Все проходит и ты как-то уже чувствуешь, что как будто в зале люди родные все. И ты просто вспоминаешь, как будто ты поешь моему педагогу, я пою, думаю об этом и пою. И у меня сразу проходит все волнение и все получается. Ксения Занина участвует в конкурсах, чтобы раз за разом повышать свое мастерство, делать разбор и работу над ошибками. На творческом пути юную певицу всегда поддерживают мама и педагог Анжелика Ермакова. Я хочу еще поблагодарить моего педагога Ермакова Жигана Анатольевна за то, что она поддерживает меня, как и мама, и совершенствует мой вокал, помогает мне совершенствовать. Ксения Занина и еще двое воспитанников Анжелики Анатольевны, Василина Афонина и Алексей Федин прошли отбор в творческий проект «Нуклеар Кидз» и 8 июля отправятся в Беларусь. 80% работодателей Межгородской области поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю. Четыре из них уже перейдут в ближайшие три года. А как к этому относятся саровчане? Пойдемте узнаем. Готовы, пусть работают семь дней в неделю. 24 часа в сутки, да? Да. Это молодежи решать, а не нам. Но вообще, а вот по вашему мнению, как уже, как у опытных, так спросить, четыре дня, это нормально или же все-таки нужно работать? Это если зарплату оставят, то нормально. А если без зарплаты, то плохо. А кто работу работать будет? Нет, я считаю, все, не надо лучше, враг хороший. Вот как было, так и надо оставлять. Не надо эксцессов, нервных стрессов детям, когда родители лишний день дома. Я считаю, все, как было, так и осталось. Шестидневка тоже очень плохо. Кто-то уже поднимал. Да, пять дней и все. Даже в полной рабочей неделе. Ну, чтобы все все успевали всегда или что? Да, конечно. Потому что сейчас, по крайней мере, вне работы много, поэтому лучше быть пять дней. А как считаете, зарплату надо поднять? Естественно, зарплату всегда хорошо. Думаю, что отрицательно. Почему? Ну, просто-напросто весь объем работы, который есть у каждого, вряд ли это смогут все выполнить за четыре дня. То есть лучше оставить как есть, да? Лучше оставить, конечно, как есть. При этом, учитывая, что, конечно, заработную плату не оставят на прежнем уровне, такая, как она была при пятидневке. Вот и все. И экономический эффект надо учитывать, и производственный, скажем так, стимул. Ну, с одной стороны, казалось бы, ну, больше выходных вроде бы хорошо, с другой стороны, зарплаты меньше, поэтому... И то, смотря, какая работа, потому что, например, если у врачей и там учителей на это вообще, ну, это не надо, потому что еще меньше у них и так, потому что мало ли, что помощь, например, от врача потребуется, поэтому, мне кажется, все-таки нет. А если мы перейдем, все-таки выходные, пятница, суббота, воскресенье или суббота, воскресенье, понедельник? Как лучше? Даже не знаю. Там, наверное, уже разница особо не будет, потому что все равно все три дня, они идут подряд. Но может кто-то выберет понедельник, потому что понедельник день тяжелый, я даже не знаю. Это уже, в принципе, они все подряд будут, поэтому я не знаю, там, будет ли какое-то отличие, будет ли это как-то заметно или нет. Просто день будет начинаться с выходных. Хорошо, что будет больше отдыхать, но меньше будет, скажем так, время работать. Если, наверное, работа нравится, то как можно будет к ней ходить? То есть все-таки лучше пять дней в неделю? Лучше пять. Что касается меня, то я готова работать семь дней в неделю, 24 часа в сутки с любимым коллективом на любимом канале бесконечно. Для вас опрос проводили Ирину Вашегородцеву и Евгений Шикарев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова